Три Соответствующий канал и посмотрит И тоже поставит там дизлайк Зачем дизлайк-то? Ну шутка не зашла, хорошо? Хорошо Ну вот, Аллатриса, да, мы как раз сейчас об этом и разговаривали С Антохой Антох! Да, Сань Давай я тебя Антохой буду называть Давай, от души Вот, ну в общем, что вот это Есть люди, которые вот шутят, ну лишь бы пошутить Итак, давай, ты будешь командовать Но я помню, ты хоть один АВИК Все, я должен около тебя без домашки стоять Я помню Ну, к сожалению, АВИК только у нас Поэтому можешь, в общем-то, делать все, что ты хочешь Но я предлагаю пойти на точку С А потом зарешать там всех И потом пойти на Б Ну, моя задача сейчас Отхранять от тебя, от эсминцев, да, Вить? Да, да, крайне желательно Я не буду заходить в пролив на С Потому что там мне будет плохо От вражеских торпед В общем-то, ну, твоя задача сделать так, чтобы там все умерли Алла-300 пока со всеми приветлив Тебя посмотрят тысячи-тысячи человек Так, и? Да И значит, что вот я должен быть со всеми неприветливым То есть, вот пока у меня пока немного, конечно, подписчиков Я надеюсь, что сегодня все-таки будет тысяча Вот, ну, антричи Да, ну как, да, хорошо, пусть будет так И пока у меня есть возможность общаться практически с каждым То есть, отвечать всем в комментах И еще от этого, это, кайфовать от этого Неплохо Ну, 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 давай А ноги будет или сразу топиться? Ну, что это такое? Тебе спасибо за видео Ты знаешь, ответь Да ничего, это моя работа Так, сейчас Так и сделаю А почему мы связку эту взяли? Потому что я предложил, хорошо А почему эта связка наиболее хороша? Ну, повторяюсь еще раз У нас уже были, по-моему, подобные покатушки Линкор, толстая броня, мощное орудие Но он боится всяких мелких эсминцев и самолетиков У крейсера скорострельные пушки, мощное ПВО Но зато с линкорами ему некомфортно В общем, таким образом мы успешно дополняем друг друга Не, ну и от крейсеров ты меня будешь защищать? Так-то Ну, я про что и говорю То есть, когда тебе плохо, ты прибегаешь к помощи линкора Сразу приходишь Ах, Аллатристы, помоги, меня тут, это, убивают Пока грохнешь кого-нибудь, так сразу Ну что ж, Саша Бен, красава Топ-2 по проценту побед, да? Да, да Аллатристы, я скажу Вот Ну, что-то я вот на Трин-Линде сейчас катался Очень было много авиации А я как раз поставил перк не лампочку А вот эту вот, чтобы хорошо стреляло ПВО И? Я в твоем каком-то гайде видел, что надо лампочку, лампочку на линкор ставить Минуточку, для какого класса ты видел Для линкора В какую очередь? В первую Для линкора, в первую очередь, для линкора восстановительные работы Не знаю, где-то лампочку увидел линкор у меня в первую очередь И торпеды на 20% раньше видишь Ну, сейчас торпеды достаточно быстро обнаруживаются Саш, смотри, вот есть вот эти умения командира Они, по сути дела, двух видов Первое, что ты можешь, в принципе, компенсировать своим скиллом Например, обнаружение торпед Ну, не ходи по прямой Скажем так, маневрируй постоянно А вот лампочку ты ничем не компенсируешь Она либо есть, либо ее нет Нет, это как раз вот скилл Аккуратненько зигзагами ходишь От этого и сменец виднее не станет, что ты ходишь зигзагами В общем, я с тобой не согласен, нас рассудит Моя стата Я скоро буду топ-5 Давай, хорошо, я скажу Сашке, чтобы злого-то, чтобы место освобождал для тебя Вот как раз сейчас у нас там аоба В общем-то, Александра пытается покарать Нет, я очень грамотно увидел Назад оттягиваюсь вообще Без какого-то геройства Уже борт не подставляю, заметьте Раньше я очень любил борт подставлять Да, играем от обороны Вот он сейчас явно, видимо, пытается выйти в торпедную атаку Сейчас посмотрим, как это получится Вот похудел он немножко на 9000 хп 10 километров, по-моему Да, 10 километров Теперь получилось Это дальность торпед Да, после недавнего патча Японские крейсеры уравняли в этом В общем, какие-то апнулись, какие-то нерфнулись Нет, в торпедную атаку не идет Вот смотрите, зачем картонная аоба идет в атаку На линкор Два Кливленда А потом, наверное, будет писать на форуме Аоба фиговый корабль, он не тащит Ну, конечно, не тащит Торпедную атаку тебя хочет, наверное Я там уже 9 километров Не знаю, кого он там хочет Но в торпедную атаку я бы заходил на его месте немножко по-другому Не к таким крутым перцам, да? У тебя, наверное, он сейчас будет пробовать все-таки это сделать А че не забрали? Ой-ой-ой, как у нее чуть-чуть все осталось Чуть-чуть все осталось и мои снаряды летят Давай, закройся его, закройся Отлично, прекрасно Это не я закройся Так, точка... Тихо! Точка С берется, смотри, там Кливленд Я отдаю боевой приказ Я слышу властный окрик Это... Хорошо, а? Не, на самом деле, в прошлых раз у меня скилл... Как бы у нас разница все уменьшается в нашем скилле, понимаешь? Ну, так это радует, хорошая школа Ой-ой-ой-ой Мне всегда приятно, когда ученик превосходит учителя Да-да-да Да, я всегда это говорил Честно-честно Так, точка Б, на ней сейчас будет решаться Можно садиться в пыше там? Да, мы обратно возвращаемся Да, совершенно верно Не, раньше, да, когда мы уезжали, я вообще не знал, как это, куда это, что за корабль Сейчас уже вот, а оба 10 километров торпеду Помним, помним Правда, все еще так же косо стреляю Стрельва это практика, Саня До сих пор пишут насчет модпака, с тем прицелом, кстати На форме уже его нету, снесли Ну, альфа-тестеры вполне себе его находят А-а-а-а, нет, я альфа-тестер, я его не нахожу Он в альфа-разделе присутствует, как настоящий Мне вот тут понадобилось кое-что в тонировке отснять, я брал оттуда, скажем так, один из кусочков этого мода, который позволяет включить трин-комнату. Я, наверное, возьму этот мод. Хотя нет, он иногда так сделан близко, этот прицел издалека, что упреждение неудобно брать. Прям носом землю пашешь. Ну не знаю, вот Хуторец сделал сейчас нам прицелы клановые, клёвые. Я его ни на какой мод не применяю, он антуражный. Да так, Борис, привет, пользуясь случаем, передаю. Борис, Борис, а ты мне почему не дал прицел, козявка? Я тебе рассказал про него, ты не провел энтузиазм, сказал, мне нужно окоса урона, чтоб нагибать. Тут, знаешь, нагиба нет, просто красивый кастомный прицел. Он удобный, но он не дает какого-то неправедного преимущества, которому ты все-таки так же стремишься. Нет, я стремлюсь уравнять шансы. То есть я вот в жизни, хочу похвастаться, в жизни, ну в сетевых играх читы не использовал, никогда. Даже не тянуло. А ты? Ну признайся, признайся. Честно, использовал. Так, какой... Чем могу назвать эти читы? Я помню, их не изусть. Шутка-минутка будет? Нет, не шутка-минутка. Первый чит назывался и ДКЮД, но мы самым любимым был и ДКФА. Понимаешь, какая игра? Нет, конечно. ГТА. Нет, ДУМ. Тогда ГТА. Что ГТА? Тогда ГТА не то, что еще в проекте не было. Тогда его мамку еще с кинотеатра не вели. Опа, ты посмотри, какое попадание. Прекрасно, с 19 километров выбил Меоги башню главного калибра. Браво. Мало 300. Браво. Так думать, не сетевая игра. Нет, почему? Там по сетю рубились по моделям. Ага. Такой путь. А и ДКЮД это был код на бессмертие. Я его вводил, потому что я тогда был карбоном. У меня только-то купил с компьютер, и я пытался играть на клавиатуре. Получалось это смешно, мышку я не использовал. Вот. А и ДКФА это было все оружие. Можно было бегать, мочить монстров, не заботиться о патронах. Такие дела. Такие дела. Там Меоги будет слева сейчас выезжать. То и пусть все выезжают. Наша Амаха должна его зарешать. Да ладно. Да не, мне сейчас неудобно по нему стрелять. О, я буду Амаху называть Мамахой. Мамахой? Я твою Амаху с кинотеатра вводил, да? Ну да. Твою Амаху. Твою Амаху. Мы сегодня, как думаешь, сделаем стопроцентный винрейт? Ну, минут за 50 вряд ли. Почему? Не знаю. Так, чем меньше времени, теоретически, тем легче сделать стопроцентный винрейт. Ну, давай попробуем, будем к этому стремиться. Ну, если что, я поною, что команда там была плохая, балансер не сработал. Нет, ты думаешь, легче за 5 часов сделать стопроцентный винрейт? Нет, легче сделать за один бой, браво. А, браво. Нет, на самом деле, винрейт штука такая, которая от команды здорово зависит. Ну, нам нужна цель, сверхзадача летсплея, как бы. Ну, давай попробуем, потому что, действительно, два таких корабля в одном отряде, сюда и штукавика не хватает. Нет, я думаю, ты скажешь, два таких замечательных человека в одном отряде. Ну, это по умолчанию. Замечательный человек, замечательный корабль. Да, кстати, одни из самых нагибучих, ну, наверное, на средних уровнях, да, у нас сейчас корабли. Да. Конечно, Фуса теперь... И причем вот, Фуса привели к цивильному виду теперь реально утопить торпедами, но хуже от этого он не стал. Все-таки 12 орудий, это... Извините. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, Саша. Что? Саша, как так, Саша? Почему ты меня оставил с Кливлендом? Да, ты тебя Кливленд заберет, что ли? Ну, ты че? Ну, мне не нравится, что по мне стреляет. О, паникер. Я сказал, за Милоги пошел. Ты сказал, ой, надо не узор. Я думал, ты контролируешь ситуацию. Вот, смотрите, расхвастался. Я теперь скиллать. На миникарту научись смотреть вначале. Не, ну подожди. У тебя скорость хорошая. Нет, что ты боишься, он на сближение пошел. Ты как будто ПВП его не сделаешь. Решил, так сказать, подбавить страсти, да? Тихо, я пишу зрителю. Я пишу зрителю. А, ясно. Чего-то очень любит Аллатристо. Да, Аллатристо любит общаться. Я вообще человек очень общительный. Будешь встреча с фанатами организовывать. В разных городах. Они все будут тебя окружать. С фанатками. Я, наверное, какой-нибудь сон уже из недавних рассказ. Да? Ну и чё, ты там фуловый ноешь. Я что фуловый, смотри, что он сейчас будет садить. Нет, нет. А зачем тогда ты на крейсере вот взялся такой? Защищать. Я изв... Это ты... Ты должен меня от крейсеров... Я тебя должен... Так вот, ты должен мне помогать в этом. Не бросать меня одного. Давай тут, не мной. Ты сейчас зрители запутаешь просто, что... Нет, нет, нет. Они подумают, что надо... Нет, смотри, Саш. Однозначно, так далеко от меня отходить ты не должен. Вдруг вы вышли... Война... Тебя нет. Нет, подожди. А почему... А может ты от меня так далеко отдаешься? Извините, у кого маневренность лучше? И динамика? Скорость... Скорость одинаковая. Скорость? Серьезно? Ну, 33... Ну, 30-33, да, где-то? Ну, вот я сейчас 22 иду, знаешь. И не мечтаю даже больше. Не, ну, по прямой. Ты сам поехал один. Это, знаете, как в танке. Я не поехал, ты смотри. Вот ты должен строить свою игру, исходя из моих маневров. У тебя... Нет, я не знаю. Вот сейчас у нас зрители рассудят. Потому что это уже... Это, знаете, как к каким-то статистам в танках? Да. Статист требует... Смотри, сейчас, тихо, погоди, сейчас ПМК моё его разбирает. Смотри, как красиво. Ну, что там... Сейчас закрысишь еще, наверное. Вот, вот. Тогда и договорит. Говорит. Говорит. Статист просит, что его закрыли. Защитите арту. Чтобы просто ты на подсосе его был, да? Естественно. И тут тоже латриса вот такой вот уже превращается, я хочу подчеркнуть, в танкового статиста. Не гоже. Без комментариев. Ну, естественно. Струйка. Ты же просишь, чтобы я тебя учил в командной игре. Сразу вот у тебя что-то не получается, и приплетаешь мне каких-то статистов. Не, ну тут, я не знаю. Я понимаю, если бы тебя авианосец атаковал, я бы, ну, вот, не защитил тебя. Тут какой-то... Кливленд. На тебя вышел. Даже на тебя сколько там? Нет, хорошо, что только Кливленд. А представь это, если было бы в начале боя. Вот ты так же побежал бы там. Я за Мьоги пошел, да? Но я же не в начале боя побежал. Я же на миникарту смотрю. Это должно быть как рефлекс, понимаешь? Вот оторвался как будто вот от этого, от союзного фуса, и сразу вот что-то не то, тебя свербить должно. Чего? Это ты так... Ты должно чего-то не хватать, понимаешь? Подожди, эту тактику так однозначно понимаешь, что нету конкретных ситуаций, нельзя. Вот просто односложно никогда не покидать фуса. Мы же должны рассуждать от простого. Сложные тактики, они пойдут потом, когда... Даже я до этого додумался. Сейчас. Сам. Не то, что додумался, давно знал. Не, вот как ты учишь, это учат, знаете, вот... Статисты, у которых, ну там, не знаю, 1200, 1300 КПДшка. Не-не-не, АЛАТ-300. Не-не-не. Вот смотри, сейчас у нас один АВИК. Да, ну правда такой АВИК, что... Какой? Да ну, брось ты этот Индепенденс. Ну, я все равно, чтобы АЛАТ-300 там не хныкал я. Ладно. Вот, другое дело. Не, ну сейчас, потому что АВИК, и потому что тут эсминцы. Хотя, сейчас эсминцы, вот, например, Клемсон, на 4,5 километра тебе подойдет? Не подойдет. Вот мне не кажется только. Ну, если ты поспособствуй, что не подойдет. Так, у него засвет 6,5 где-то там. То есть он раньше засветится. Ты же не будешь в этих ездить? Конечно нет. А, мало ли он будет сторожить без угла где-нибудь. А так, ты вначале первый пойдешь и... Примешь, да. И подсветишь, да. Не, ну подожди, а ты разве на... не на Большую воду идешь? Нет, на Большую воду я не иду. Тут вчера пару раз пробовали по ней кататься. Решили, так сказать, махнуть стариной. Вернее, тряхнуть. Ничем хорошим это трясение не закончилось. Здесь пока самая модная тактика играть от восьмой линии. На линкоре? На всем. Почему именно восьмая, а не пятая? Ну или там четвертая? Дело в том, что когда четвертая, пятая линия, тебе могут сделать классический кроссинг Т. Ну, охват головы колонны, да, как по науке называется. А по-нашему тупо тебя будут расстреливать с двух сторон. Когда ты ведешь бой на восьмой линии, с одной стороны тебя все-таки прикрывает эта вот стопа, так называемая. То есть с этой стороны я, получается, снаряды не буду. Лететь будет только с середины карты. Так, а вот, кстати, первый клиент. Конго, попробуем взять большое-большое упреждение. И там эсминец крутится. Вот зачем он прямо там дымы ставит? Не знаю, Конги это... О, я что-то недооценил его скорость. А сейчас он скроется, может? Опа! Я сейчас в кого-то попал, в кого не знаю вообще. Я стрелял по другому кораблю. Притерлись. Нет, 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 вообще, то есть на два корпуса я промахнулся. То есть очень сильно промазал. А, нет, все-таки это был Конго. Блин, фу, Биоги меня запутал. Вот же описывал машинка. Так, ну, в принципе, правильно сейчас их линкоры будут на большой воде кататься. Пока бы... Как бы, да, значит, наш туда пошел. Главное ему сейчас не ломиться, будет и не подставляться. Ну, вот тут целая делегация встречающая. Не буду я стрелять по эсминцам, а лучше... Почешь, что... Так, так... Вот эсминц начинает по мне стрелять за чем-то своей артиллерии. Зачем, я не понимаю. Вот и я. Во! Саша, браво! Браво, Саша Бен! Браво! Без шуток, хороший пример саппорта. Я только начал пугаться, как вдруг ты... Какой саппорт тут? Четыре крейсера есть. Что-то... Ты просто в случайности называешь чем-то таким вот, как будто вот это было скилл. Я надеялся, я надеялся, что ты за скилле... Это сделала... Опа, смотрите, как здорово досталось вражескому кливеду. А вот это был скилл. Это было хорошее попадание. Чувство самосохранения у него что-то не срабатывает. Он как-то тут продолжает кататься. Ой, еще один эсминец ушел. Как бы сейчас пошутить тут получишь. Давай, попробуй. Ушел, как дети в школу. Ай, сейчас я уйду с самого здрава. Ну, давай, давай, крейсер. Все, на дно. Отлично. Отлично. Он тут рашем! Спокойно, мы еще не рашим. Саша, погоди, Саша, как? Не надо, не надо рашить. Ну ладно. Во-первых, я застрял. Ну вот. Во-вторых... Во-вторых, сейчас там такая похоронная процессия тянется за пяткой. Они сюда приедут. Они приедут сами. Рашить мы на них не будем. Ну ладно. Уговорил. Болтал, да? Отлично. Так, я разведчиком пущу. Давай, мой. Мой. Отлетался. Ну, как-то медленно идет Кливленд. Вот, 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 кстати, твоя эта мамаха. Что мамаха? Ну, блин, черт возьми, придется все-таки загонять на редактирование. Видос, смотри, начинает ругаться. У меня же видео одно снесли с форума. Там товарищи весело матерились. Ну, я ничего не буду редактировать, господи. Не будет на вашу... Мне так нравится. Мне сделал один хороший человек, который ты, кстати, посоветовал. Сделал классную такую эмблемку, вот эту вот 3D, которая с музычкой. Прям куртуазная, прикуртуазная. И она будет там переливаться. Да. Крути, ай, красота. Да, да. Какие дела, их? Я художник, я так вижу. Это по-чувашски очень хорошо. Так. Кстати, вот, пожалуйста, латрис... Я, как настоящий мужик, признаю, когда вот прав сейчас был. Зачем туда было дрочиться? Вот они, выезжают. Да, если еда сама идет, зачем за ней бегать? Терять лишние калории. Ну, в нашем-то возрасте, кстати. Да, кстати, Александр, ты мне сегодня сказал такую фразу, о том, что не тот возраст, чтобы вести нездоровый образ жизни. Не, есть нездоровую пищу, я сказал. Ну, какая разница, это же тоже часть нездорового образа жизни. Я вот тоже недавно до этого дошел. Но я еще не дошел, чтобы пить, бросить. Ну, у меня просто нет проблем с алкоголем, таких как... А у вододелов вообще у всех проблемы с алкоголем, я заметил. Не хочешь об этом поговорить? А, ну, не знаю, может быть, и поговорю. Ох ты, ёп... Опа! У меня свой книф. Осторожно, осторожно. А-а-а-а! Ну, надеюсь, надо додуматься сейчас задней дать, и все будет хорошо. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я тут пока на меня сагрились линкоры, это неплохо. Ну, Саш, я вот где-то уже больше полугода как-то внезапно бросил пить и курить. Внезапно? Может, ты там проснулся под забором? Нет. У меня не было проблем с алкоголем. Вот, просто, знаешь, вот... Ну, вот, любишь в детстве сладкое, да, а потом наступает определенный... Но когда организм не требуется, это не... Когда определенный период, ты начинаешь там больше конфет, начинаешь любить там хорошие там наваристые щи, да, которые в детстве... Ну, мам, не буду доедать суп, бабушка... Я вот в этом же самый раз, и больше не хочется. Не-не-не-не, это сказки все. Да что, сказки? Я живу этому пример. Какая еще? Нет. Что-то другое. Не веришь, да? Что-то другое, да? Проблемы с алкоголем, заставили, чей-то пример. А, как можно заставить меня что-то не делать? Жена. Изменение миросознания, там, не знаю... Лучший друг умер там от передов... Ну, вот это... Нет, нет, нет. Ну, что-нибудь... Сколько факторов может быть, естественно? Ладно, я не буду тебя... Спроси у разработчиков, я с ними знакомый, не подтвердя. 40 тонн. Не буду делать 40 тонн. Включать его, этого великого психолога. Да? Кто у нас скоро 40 тонн будет? Не знаю. Это прям какие-то страшные вещи. Но, кстати, он в психологии более-менее как бы... По сравнению... У него образование профилит? Нет, он книжки читал. По сравнению с тем, что в танках он в психологии намного лучше разбирается, скажем так. Понял. Тонко, Саша, тонко. Нет, нет, он действительно как бы есть интересные мысли. Хоть пересказывать надо. Ну, знаешь, моё мнение такое, что... Выткни пальцы в каждого мужчину. Это лучший тренер для сборной по футболу. Генерал. Игрок. На арте, в том числе. Шутки про арту. Да, да, да. Шутки про арту. Не знаю. Ну, разные бывают психологи. Есть, которые там вообще говно какое-то перечитали. Что-то у нас вообще... На кораблях. Да, как-то мы начинаем углубляться, действительно. Фолософствовать. Нет бы там... Саша, а ты знал, что фуса в древнем... Там, не знаю, в древней Японии означал там лепесток там чего-то? Нет, не знал, Антон. Серьёзно? Правда, познава... Не знаю, это ты должен говорить. Ты же у нас это... Любитель истории, не я. Нет, любитель истории, знаешь, кого нужно? Нужно Дарт Ведёркина пригласить. Вот там любитель истории. Нет, профессионал истории. Я любитель. Саша, у нас тут какая-то... Всё медленно-торжественно-печально. Давай добивать их уже на этом фланге. Они, честно говоря, поднадоели. А чё ты на сближение-то не шёл? Запяточник. Зачем мне идти под фокус? Я, знаешь, 16 километров могу погавкать. Фокус? Имею право и имею возможность. Это, значит, по один линкор, это фокус у тебя называется, да? Почему? Он второй просто удрал уже Меоги. Ну, с какой смыслом мне ловить от него снаряды? Вот там немножко... А, пускай половинчатые крейсеры ловят снаряды. А зачем вы ломитесь? Там... Ты сам только что сказал. Надо быстрее с ними покончить. А как быстрее? Ну, это не значит пойти и об них убиться. А как-то быстрее, хорошо? Стрелять меньше, что ли? А! Подождите вообще его фугасами, он какой-то странный, не горящий идет. Не бомбящий. Вот там есть Амаха недобитая, вы же ее не поехали добивать. Вам вот надо фрагодрачнуть обязательно эту... Не фрагодрачнуть, а потому что там вот точно по три ствола. А тут я и как бы близко, например, и попадаю, и... Ко мне не стреляют. Пока. Хаос какой-то на карте. Трэшовый угар. Давайте их уже убивать. Я не совсем понял смысл команды, давайте их уже убивать. Ну, вообще как-то пора заканчивать. Это как... Это в ротах так некоторых какой-нибудь командир. Убейте, 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 убейте! Выкатились, забрали эту Конга быстро. Нет, выкатились, это уже конкретный приказ. А убейте, убейте, больше похоже на... Все, слава тебе господи. Мы доживали панду, доживал ее толстый композитор. Я бы посмотрел, как ты командуешь. Не, я не люблю командовать. Поэтому я бы посмотрел. Так, мы же один только бы скатались, да? Сейчас второй. Сейчас второй. Винрейт? Винрейт в опасности, Саша. Ты фуловый дрочила! Ну ладно, ладно. Сильный ход. Так. Я знаю. Я смотри, фикус сейчас поймет. Куда разворачивается? А, все, я понял, когда он разворачивается. Мне не надо для этого урона. Уберите, пожалуйста, мамаху. Какая чудесная шутка. От холодильника. Да. Оценил. Так, так, так. Не, ну ты фуловый, иди танч, емая. Не знаю, зачем. Не хочу. Там еще кто-то, вон еще у них есть. Фуса живой. Колян его зовут. Нет, ну пока они раздроблены. Я пацански опасаюсь. Так, Кливленд у них где-то непонятно где на базе. Какой Кливленд? Кливленд вот проехал. А, ты его потопил? Вот, Оби-Ван, который. Я в него попал. Вот, который минуты назад за остров зашел. Ты его потопил, что ли? Нет, Кливленд у них светится в районе их базы. А, все, уже не светится. Его наш ушатал. Ага. Вшатал ему по хардкору. Эх, вот сейчас бы успеть бы перезарядиться, но я боюсь, что не успею. А этот уходит, блин, молодец. Ну, сейчас, надеюсь, он упрется, потому что сзади уже... А, веришь, упрется? Ну, вряд ли. Ну, 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 давай. Эх, надеялся цепить кормовые погреба ему. Кормовые погреба. На груди наколоты. Я разворачиваюсь в нашей базе. Добивайте этого Гаврика, он действительно сел на мель. А, добивайте. В принципе, там остался наш Кливленд. Мне тоже к нему долго ехать. Да, давай, разворачиваемся. Теперь это есть наш последний решительный бой. Вообще, можно схулиганить, конечно, пойти на захват. Или туда уже идут. Ах ты, ах ты, маленький. Вот, вот смотри, Саша, Саша, как? Саша, как? Саша, как? Как? Вот, рядом со мной самолеты. Посмотрите, этот человек вам тут пытается командной игре научить. Если он не рядом со мной, у него тут же какие-то куча отмазок, что он так и должно быть. Все задумано. А вот что по итогу-то получилось. Так ты сам удалялся. Я был в общей группе. В общей группе. Ты вывалился из него. Вот смотрите, типичная ошибка начинающих игроков в отряде. Вы не следите за подопечными, за своими. Серьезно. Вот когда мне говорят, ну я тут разворачивался, поэтому оказался где-то. Меня не волнует, почему ты разворачивался и где-то оказался. Я не был рядом в нужный момент. Крейсер такая же полноценная и боевая единица, как и ты. А почему это крейсер должен под твою игру подстраиваться? Потому что он быстрее. Ему проще поменять курс. Ему проще контролировать свои перемещения. Ну, я... Хорошо. Ты с 15 километров там настреливал. А я что делаю буду с 15 километров? Ты можешь с 14. Ну, сейчас посмотрим. Хорошо, хорошо. Ты можешь с 10. Но 4 километра здесь дистанция небольшая. Ты не следил за воздухом. Так воздух был с твоей стороны. Я должен был, подожди, я должен был вот тут стоять, что ли? Как говорят на Псковщине, такого вступу положи и не попадешь по нему. Нет, по-моему, ты, по-моему, уже как-то тут это закручил. Нет, на самом деле, Саш, ну, серьезно там покричали, пошутили. Тот корабль, который играет, глупо, например, требовать, чтобы крейсер пытался как-то держаться рядом со смитцем, который у него в отряде. Потому что, ну, смитец банально быстрее поворачивается, он динамичнее. То же самое, то же самое и здесь. В общем, у нас есть шансы победить, если мы ухлопаем фужин. Так, точку, точку поставил, да, все-таки? Да. Так, Саш, Саш, ну, подожди сейчас. Вот, вот они. Слушай, как? Ну, кстати, это был, к счастью, Индепенденса, не какой-нибудь там Сайпаны, не дай бог Рейнджер, так что мне эти торпеды как шли, так и ехали. Да, мы в последнюю неделю играли, я на эсминцах сам по себе ездил, и Антоха на всем подряд, и как-то было мало у нас тимплейной игры. Ну, это было, на самом деле, просто сам браться. Да, мы собрались, я нормально играл, вот не надо, попадал. Дамаг просто так не получал, ну и не переосторожничал. Я фугасами по нему пойду. Ладно, ладно, главная победа. Я надеюсь. Так, он по мне стреляет. Браво! 2015 год, 267 дамага. Попал в небронированную конечность. На рикошет не похоже. Пробой насквозь, сверху через палубу. Ну-ну. Так, он по мне сейчас... Блин! Саша, Саша, как? Осторожно. Осторожней. Сейчас, погоди, буквально полторы минуты мы уже сблизимся с ним достаточно. Мы... Ты с ним сблизишься! Я думаю, мне не стоит с ним сближаться. Подожди его. Я фугасами стреляю. Я даже сейчас не стреляю, чтобы за свет уйти. Потому что мне... Пускай он у тебя переведет. Ну, пять тысяч. Хорошо. Кстати, башни у него выдержали попадание. Насколько я видел, по ним прилетало. Че он у меня светит-то? Ничего. Слушай, я наш... Ах ты, сучка! Тихо, 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 сучка. У нас... А, нет, сейчас я должен убить. Дашка Клифф. Убить Авика. Есть шанс, товарищи, нам все-таки свистить. Антоха, Антоха, добрал его, добрал сразу. Все, я уже выкатываюсь. Антоха, давай, давай! Выкатываюсь. Так лучше, Саш. Так лучше. Все, сейчас его торпеды еще доберут, скорее всего. Афари, он меня ждет, не стреляет. Он начинает... Нет, он сейчас ему не до тебя. Видишь, что он делает? Поэтому надо до торпеды уклоняться. Но! Есть одна под корму. Так, он начинает врубать умение восстановительной работы. Ай, ну как же обидно! Ну как так-то? Полторы осталось. И вот сейчас... Отлично! У нас АВИК просто замечательно сработал. То есть тебе не жалко, что он домашку твою спер? Ну там, ну господи, полторы, это смешно. Ну твой средний опыт подвергся опасности. Ну ничего, главное победа. Окей. Ну неубедительно, конечно, ты сказал, но... Ну у тебя просто привык к танковым статизмам. Я немножко не такой, я лучше. Я добрее. Так, 53 попадания для линкора очень ок. Настрел действительно у меня не очень большой. Победный бой, 1700 с копейками. Кстати, что там у тебя? У меня тоже ничего. Да, так. Ну потому что около тебя крутится, на большую воду застал меня. Я там... Ну, 116 домашки, извините, для лк это норм. В смысле 116 чего, попадания? 116 тысяч урона нанес. А у тебя сколько хп? Ой, уфусы, сейчас тебе скажу, вот 57, пожалуйста. А, ну ладно, хорошо, хорошо, хвалю. Спасибо, Саша. Запускай. У меня опять кончились на основном аккаунте. Закончились пиастры, закончились слоты. Покупать больше нечего. Придется снова переползать на пресс-аккаунт. Хотя он мне немножко уже набило скобину. Ну так, немножко вальяжно понтонулся, ничего страшного. Ой, у меня пресс-аккаунт. Так это... Ооо, а вот теперь, дружище, ты будешь... Я тебе сейчас просто советую быть привязанным ко мне. Советы. Как к любимой собаке, потому что... А, смотри, у них товарищ на рекламе-то не залетный. Ну, тут 4 линкора. Мне всех надо прикрывать? Все члены команды... ...равноценные. Все члены из-за выражения пусть прикрываются сами. В отряде играем мы с тобой. Ооо, вот пошло вот это уже танкоебство. Танк... Танкобобство. Вырежешь! 33-20. Я записал. Ты научишь, как вот вставлять свои запипикивания или как-то... Телевитник не будет. Я, говорю, найду какую-то сирену такую. Ты еще... Ты ни разу на стриме не матерился, что ли? Нет. Ой-ой-ой. Не матерился. Ни в коем случае. Вот они нас мне тут всю малину обосрали, когда начали гавкаться в чате. И, в общем, все это... Говорят, самый главный ВГ-модератор очень сильно ругался на это. Потом сменил гнев на милость и просто выпилил с форума... Мое сообщение. Ну, вообще, я считаю, что это несправедливо, потому что функционала, к сожалению, от фильтра пока еще нету в клиенте. И чать не выключить. Так, дался тебе этот форум. Вот там оттуда просмотров, там, блин, 100 просмотров. Ходит на форум какой-то. Вот топовый вододел. Мой дорогие друзья, топовый вододел, у которого 150 тысяч подписчиков. И топовый вододел, у которого пока еще даже тысячи нет. Мне не каждый просмотр интересен. Общайся на ютубе со зрителями, блин. Какой-то форум. Я вам, Вика, пошла там, создала тему, что-то там плавится. Ну, в Вике накидали там лопата и дерьма за шиворот. Ну, не мне же, мне вообще... На жместных олдфаги. Вот мне на ваших олдфагов, фу. Все, новое поколение придет. Поверь, 90% которые ходят по форуму руки в брюки с лучками старше альфа-тестера, они там безгоду неделя, на самом деле. И, в общем-то, их понты, они, мягко говоря, беспочвенные. Вот тот товарищ, который, кстати, наехал на Викторию, я помню, как он пришел на форум, и что он там писал. А сейчас он великий, ужасный старший альфа-тестер. Ну, ладно, не будем сводить личные счеты, только Ник... Ты уже их свел? Да, Ник красным, когда буду монтировать еще его, этого товарища, напечатаем. И ссылку на его ВКонтакте. Нет, это просто это... Делай это его фотоальбом самых таких жестких фото. С жестких? Ну, где он, с барсеткой там, или что-нибудь там. С ужасной челкой. Это я, с барсеткой. Да ладно. Ну, я прямо сейчас на картах на стуле сижу. Ах-ха-ха, шутка про гопников не зашла. Так, подожди, а, да. Ой, я тут по эсминцу с дуру стрелял и не попал. О, смотрите, у нас эсминец залез за стопу, поставил там дымы и стреляет торпедами. Браво, 2015 год. Ну, у меня он подсветил торпеды, от которых я еще не понимаю, как убраться. Наверное, так. Это... Ты как более скиллованный товарищ, ты кричи, если авиацию увидишь тоже. Оки? Да, оки, я там увидел омаги, мне это не очень нравится. Хотя омаги у нас картонный, но если он врежет, то он врежет. 410 миллиметров. Эх, немножко не угадал я. Вот эти... Вот... Сейчас народ плачется на всевозможные изменения в игровой механике. Там... Убили японцы неиграбельны. Потом игру убили американцы неиграбельны. И так по кругу. На самом деле, вот я закричу, аллилуйя, когда выпили вот эту вот ерунду, когда на большой дистанции ты все выбрал упреждение, прицелился, уже нажал на левую клавишу выше, и вдруг вражеский корабль резко ускорился. Его перестало подлагивать. Тут, конечно... Ну, не все сразу. Да это, я не знаю, мне кажется, это так. Не так часто бывает, что ныть по этому поводу. Я по привычке. Слушай, знаешь, как я был нытиком в раннем альфа-тесте? Ты что? Меня банили на форуме. А сейчас начнется это. Я честно об этом говорю, честно признаюсь. Правда ру. А сейчас? А сейчас я устал. Я... язычком? Язычком, да? Нет, сейчас мне игра нравится. А-а-а! Знаешь, вот я сейчас сказал, что мне игра нравится. Не басток сразу 100 баксов капнул от Wargaming. Да. Так, так, так. 100 баксов это 100 баксов. О, есть. Такс. Вот авиация. Она вся твоя. Я не знаю, почему она как-то странно летает. Если я к тебе прямо геноцид, по идее, должен был бы устроить. О, что ты тут у Сменис пришел? Я вот сейчас... Я по нему и от авиации тебя спасаю. Блин, все-таки заторпела нашего дорогого Ганида Ильича. Так, что там у нас... Придется здесь пока покрутиться и разыграть старую партию, потому что выйдет Амагия из-за стопы и... Вот многие говорят, что я играю от обороны на линкорах. Даже на форуме мне писали, плохой был бы на Амагии, вообще неправильный с ним, не согласен другой начинающий вододел с одним водом. Вот. Но я считаю, что осторожность здесь — это залог победы. Ну, осторожность — это не всегда красивая игра. Я считаю, что должна быть красивая игра. Так, что мы сейчас видрейт набиваем или красивую игру? Мы красивую игру со стопроцентной... О, какие запросы-то! Смотри, смотри, я немножко тянулся к нашему Конго, потому что он тоже человек, тоже жить. На войне, на войне это что значит? Если человек с нашей ротой, он достойный жить. А с другой ротой уже, ладно, пусть там... Сам погибает, товарищ, и выручай, главное... Не, ну товарищ — это с нашей роты, а с другой рот уже, типа... Желать не погибать. Я так не говорил. Не, ну типа вот этот, значит, неполноценный член нашей команды. Не, понимаешь, вот есть, например, пара, да, боевая снайпер и боевое охранение, автоматчик. Понятно, что автоматчик, когда идёт вот в этой снайперской двойке, он, в первую очередь, прикрывает своего подопечного, а не танкиста Васю, который там... Нет, а тут пять снайперов! Пять снайперов! Вот снайпер, вот! Вы два снайпера! Слушайте, как-то скучно всё происходит, я хочу... Потому что, когда я говорю, ты как-то... Не-не, подожди, мы винрейт на драча... А, на... На... Наигрывая. Наиграл. Тебе надо второй канал заводить, короче. Зачем? Для летсплеев со мной. А-а-а. Какой-нибудь беспредельный. Да, ну я не знаю, я так не смогу, наверное, я уже привык. Но другим никогда... А, не, ну другой никогда видит бог, я не буду. Да, если что-то не так... Так, фокус по этим, по бобрам. Вот как я их подловил-то. Они прям на 3... Ах, я знал, чтобы тебя торпедами не подловили вот эти вот товарищи. Вот смотри, как они тяжко сбиваются. Сразу видит левел. Ой, я даже кого-то одного срубил. Слушайте, фарагут у нас так там окопался. Может быть, он морской пехотинец роет там окоп. Классная шутка, правда? Ну, его придется, Саш, встречать. Я сейчас... От потенциальных торпедов. Да, вот это магия, вы уж извините, он в 13 километрах, я пошел с него воевать. Так, фарагут, что... Какой фарагут? Фарагут уже не гуд. Да, а эти не торпились торпедоносцы, кстати, по-моему. Это меня напрягает. Это меня напрягает, но еще больше напрягает о магии. Я сейчас разворачиваюсь, я надеюсь, что не воспользуюсь моим беспомощным состоянием, пока у меня подставлен борт, но что-то делать надо. Блин, четыре попадания у меня. Да, он ждал, 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 он стреляет, я сейчас... Ой, зря я это сделал. О, повезло! Повезло мне, у меня чуть-чуть всего зацепил, рикошетнуло, по-моему, отпало бы. Там какие-то постепенные. А вот теперь нужна помощь, там Пенсакола, она 16 километров меня не достанет, он пойдет поближе, он мне вынет весь мозг. Да че он тебе... Ты бронирование амаги. Пенсакола, классный корабль, он просто недооценен многими игроками. По нему, кстати, очень хочу я сделать вот, мне он нравится, это мой вообще любимый крейсер. Ты говоришь, что он не играбельный. Нет, тут амаги, в которого мои бэхи вполне так себе заходят. Так пусть они уже начинают заходить. Да вот, а ты предпытаешься вешать фокус на Пенсаколу, а где Фикус? Пенсакола все уже, убежала позорно, бросив своего амаги. И мне, как танковому статисту, очень больно некоторые вещи. А, блин, и танки, аэсминец, не автор, слушай, пропустил амаги торпедой перед собой, сейчас нужно это разгоняться, учтите, это когда будешь брать упреждение. Ну что, по мне, что будешь сейчас? Да, не исключено. Да, по мне. По мне. Я ущу ему жестоко, но у него много хп все-таки. Ох, как паспи. Линейный корабль восьмого уровня. Это такой, получается, дамаг-дилер, он не для танкования создан, да? Нет, не для танкования. 129 миллиметров бронепояс, этого, конечно, маловато для того, чтобы танковать. Текст, 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 сейчас боюсь, он в СССР уйдет по 30 километрам на него. А по кому он стреляет, я не понял. Я не понимаю, вообще, что он делает, он приехал, увидел большую толпу народа, у них линкоры, остальные катаются. В общем, странно еще бой. Вон амаха зато светится. Амаха молодец. Пошел в атаку. Еще не светился, но уже видел, что здесь происходит, продолжил в нее идти. Сейчас, скорее всего, отхватит. А, он даже не отворачивает, он еще... Ой, молодец какой, замечательно. Ты на сближение идет, что ли, или что? Нет, зачем? Я разворачиваюсь. Аккуратный какой. Мне нравятся эти американские эсминцы, что там всегда надо на сближение идти. Ну почему? Вот сейчас механ, который считали кактусом, да, теперь у него сколько? У него 8 километров. Он торпедный аппарат. Так, не подкрысит мне, наверное. Хотя, не знаю, не знаю. Да, браво. Да, браво. Тебе только подкрыть. Браво, латристо. Латристо красава. Я красава, я свои линкоры защищал. Чужие. Молодец, молодец, молодец. Ты саппортил. А то тут сидят потом, потом свои эти топовые, как его, скриншоты, кто там самый писька большой, выкладывают они. Я неосторожно написал просто в описании видео по фрагу-то и началось. А я считаю это хорошо, если человек идёт, начинает задротить на каком-то корабле, чтобы превзойти чей-то результат. Он же поэтому играет на пользу команде, правильно? Он на пользу своей личной статистики играет, прежде всего. Так вот, я хотел сказать, мы люди попроще. Я эту песню уже слышал. Не выкладываем. А копим, да, и потом сделаем видеоролик. Вот я, Накиба, он забыл. Кстати, ты говоришь, я вот за тобой не слежу. Это то же самое в танках. Когда какой-то манёвр человек начинает делать, я тягиваюсь, я на центр, я на левый фланг, я за артой. Всегда скилл-созводные говорят, что они кардинально хотят делать. Это я так просто, к слову, хотел сказать. А вот у нас фанка. А я не говорю. Так мы уже показываем скилл-игру. Или типа в корабликах можно ментально общаться как-то. Да, ментально общаться. Я уже приводил пример подобной связи. Нет, это... Я так тоже, мы ментально в кавычках играли, когда просто лень. Пойдем, Александр, в атаку. Так я иду. Только я не сразу заметил. Думаю, мы к этому и будем идти. А восьмерку. Нет, на восьмерку, на восьмерку все правильно. Я просто сейчас стараюсь держать его, вот этого товарища Фулса в обстреле своих оружий. Ну вот видишь... А как мне... Как я должен знать? За тобой идти? Или вот на какую-то определенную? Если я бы за тобой шел... Ладно, хорошо, хорошо. Признаюсь. Здесь я не совсем чётко об этом. Не совсем. А восьмую линию. Восьмую линию. Ну... Время уже, посмотри, 7 минут, это уже просто цыгель-цыгель. Блин, тут я пробиваю. Мешает, конечно, остров стрелять. Просто... Ты одинокий. О, там второй Фулса, ты посмотри, придется поднапрячься. Саша, не теряй ХП. Сейчас я боюсь... Наши крейсера посыплются по объективным причинам, потому что их... Они шотные, их мало. Но он пока за дымом. Немалатки устранены. А если он за дымом, значит здесь эсминец. Мне подходить тоже, знаешь, не очень выгодно. Ну почему я промазываю? Тихо-тихо, Саша, на позитиве, на позитиве. Это что, я это? Гребаная игра там, конечно. Да, сейчас, сейчас, начнешь орать еще. И... О-о-о! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну сейчас я начну орать. Ну я сам виноват, в боком ехал. Зато ему тоже что-то повыбивал, но мне он очень больно дал. Просто... Ну, не знаю, Сань, великая сатей, я все-таки ждут орущего адмирала. Орущего адмирала. Да, вот пишут же в чате постоянно. Саша будет орущий адмирал? Орет ли Саша? Ну, чё я могу сказать? Это командные боевики. У девушки его спросите, а лет в доме нет вообще. А-а-а! Не, а зачем у девушки? Мам твоей, мам твоей, мам твоей. Давай. Сейчас я к ней споршу. Давай. Ты не боишься, что надо сказать, что ты был не очень? Ты... Ладно, не буду. Это слишком жестко... Жесткочно будет для... Да-да. ...вот, на котором даже материться нельзя. Так, смотри, у нас Магами... Блин, что это за бой? Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит. Надо что-то говорить. Нет, ты не послышал, сначала хотел сказать, я ем... Нет, 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 даже в мыслях не было, неправда. Я могу себя контролировать. Да, я ругаюсь матом, но в определенных ситуациях, которые того требуют. А слив? Это та ситуация. Так, а смотри, нам сзади-сзади идут... Кто это там? Ногарайте. Возвращаться... Возвращаться? Да, он там долго-долго катался, в общем. Давай, куда мы сейчас идем? Да никуда, крутимся на базе, не сейчас все равно. Думаешь? Домашнее все, это конечно. Мы уже не успеем захватить базу, потому что там у них катаются всякие одинокие скучающие пусы, недобитые. За пятки он маячит эти недобитые линкор с Пенсаковой в обнимку. По тылам у нас шастает. Вот смотри, смотри, что написали. Что написали? Не нам ли это? А что такое пуститесь? Пуститесь. Может, ну пуститесь? Пуститесь. Молиться и каяться не надо. Да. Погоди, а сейчас же пост, по-моему, идет, да? Я вот не знаю. Бойся скормить чувство верующего? А, ну вот, наверное, человек пишет. Только с матом начинает. Ну, вполне себе. Кэжуал. Ну, может, он покается потом. О, наконец-то его угостил. Ну, нет. Да какая скорострельность? А, нет, он попушишь, она стреляет. Суть. Тихо, 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 спокойно. Это хорошо, что он по тебе стреляет по орудийно. Это хорошо? Да, по орудийно он больше шансов у тебя промахнулся. Опа! Вот теперь я буду орать. Али? Нет, тихо, тихо, на позитиве спокойно. А почему? Орать можно тоже на позитиве. Чё ты, чё ты боишься эмоции проявлять? У меня кот спит. А, у тебя кот спит. Жена заругает, наверное, ещё. Орать будешь. Так, позитивно можно орать. Вот как твои... Пенг, привет! Пенг, привет! Так, у нас, по-моему, тут слив. У нас ничья. А, нет, ничья. Но это не проигрыш. Нет, нет, не проигрыш. Блин, я только два самолёта сбил. Я вот до тебя играл один. Даже я сбил два самолёта. Двенадцать самолётов сбил. Или восемь. Ну, короче, много. Каждый раз ты такие охотничьи истории рассказываешь. А вот я без тебя там три эсминца утопил. Одной торпедой. Ну, я тебе могу склины кидать каждый раз. Охо. Охо-хо-хо-хо. Ух ты, мне сейчас дали фраг за линкор. Потому что он был подожжён мною. Подожжён? Подожжён. А что это за линкор такой? Нагата тот? Да. Ты убил того Нагата? Саша, ты молодец. Ну, не, его вот кто-то ещё по нему постреливал. Кстати, не знаю, мне надо было всё-таки ломануться. Так, а кто у нас верующий-то который? Он на фусах. Где-то он помер на фусах. Видимо, у него подгорело. Он предложил нам пусть спустись. Ну, ладно, сейчас новичков в игре много. Простим ему дерзость. А если бы не просил, то что? То, в принципе, ничего. Осадочек просто остался бы и всё, а так... Очень хорошее настроение сейчас, я не хочу ругаться. А маги... Не, а маги добить хочу. Вот тут видишь? А может быть, всё-таки, когда сливается из-за в ничью с фуловым хп в танках, я опять говорю про танки, хорошо. Это значит, что переосторожничал. Если сливаются первые две минуты, это значит, перерисковал. Угу. Нет, ну я думаю, что это и здесь справедливо. Я не говорю, что мы тут вообще идеально построили картину боя. Там сейчас красивых никаких же терминов не привожу. Вот. Ну да, если не победа, значит проложали где-то. Но тем не менее... Зачем ты сломал меня? Маша? Вот где-то мы всё-таки не досмотрели, но увы. Увы и я. Посмотрим в конце боя результаты и насколько был велик наш вклад в общую победу. Я, например, боюсь идти в проливы на шестом уровне, когда у них авианосит 8-го левел. Даже с таким замечательным прикрывающим, как Кливленд с Сашей Бенковым. С прокачанным этим капитаном на прикрытие, ну, на ПВО. Что-то на меня заходят торбы, а прокачанного капитана Митька прял. А, так он утоп уже. Прекрасно. Стоп, как утоп? Авик не утоп? Нет, а ты-то утоп? А, я, да. Давно уже. Ты за... это я должен следить поминутно за тобой, а ты вообще не следишь. А я уже смирился с ничьей, я просто за тебя. Ну как-то. А средний опыт повышать свой? Он и так высокий. Ну? О-хо-хо-хо-хо-хо. Два дня подряд с латвистов мы попадаем. Тоже такой голосом усталой примадонной такой. Что-то про примадонну. Что-то про примадонну. Ах, ну еще одну торпедку, отлично. Нет. Ну, шутка про примадонну я только один раз говорю. Ой. Так. А, погоди, у меня же еще этот на КД ремкомплект. Тогда мы сделаем вот так. Пусть-ка матросики пока затыкают пробоины матрасами. Сейчас подоспеют реальные парни с пластырями имени Адмирала Макарова. На самом деле, бывало, что и матрасами, так говоря. Слушай, а тут у тебя на корабле полноценный катер, если не для чего. Адмиральский катер, так называемый, там, когда товарищ командир куда-то решает прокатиться. Уже не довезла же его посадят, правильно? Также, например, на любом мало-мальский там линейном корабле обязательно помимо там катер, ну, ах, чуть-чуть не грохнул напоследок, обязательно предусматривались и адмиральская каюта, и там вплоть до адмиральского видовок, там, не знаю, погреба. Там захотелось адмиралу вот выбрал сегодня на фуса покататься, да, в этом бою. Ну, так упрощенно, а ему и выпить нечего, понимаешь? Ни чая, ни кофе, ничего другого. 90, ну, почти 91 тысяча. А ты меня к себе привязал, я хотел на короткую воду. Всё, вот всё, в следующий раз, вот сейчас зайдём в бой, я не буду тебя привязывать. Ты просто очень боялся авика. Он оказался роботом. Ты мне крылья под... Знаешь, надо... Была вот такая... Функция там, типа, давай отсыпь мне 300 опыта за то, что я делал. А чё ты остановил-то? А что я остановил? Ааа, ты вроде запускал сейчас в бой, нет? Нет, не запускал. Ааа, показал. Я неожиданно рядом обнаружил чей-то телефон с невыключенным звуком, поэтому отвлёкся на него и выключил на всякий случай. Ну, это же летсплей, такой братский, спокойный. Господи, там... Некоторые топовые вододели с полуторамиллионами подписчиков отвечают на смс во время стрима, идут прозваниваться куда-то. Ну, ты знаешь, у меня... У меня шкурные... Шкурные причины с ней монетизации снимет, если здесь заиграет какая-нибудь музыка с телефона. Ну, вряд ли. Серьёзно, меня предупреждали, сказали, не-не. Да... Телефон выключать и мамке радио даже слушать запретить. Не дай бог, что ли. Там больше... Как минимум больше 20 секунд должно быть. Кто тебе... Кто это тебе сказал? Ну, Саша, ну ты же... Ну, Саша, ну ты же не говорил мне этого. Кто тебе... Кто... Кто говорит, что иксплитом на... Господи, блин. Иксплит, это как Лексус, понимаешь? 2015 год. Надо, чтобы он был. Ездят мне обязательно. А поехали точку А забирать. Вот это он так не привязывает. Ты... Меня... Так, у меня казанит сухи. Точку... Вау... Ау... Блин, через большую воду столько... Сейчас эпично смотрятся корабли. Не, на самом деле, мне крейсера не очень. Я просто... Я очень много катался на эсминцах. На эсминцах решил для разнообразия кататься. Ну, Кливлинтон скучновать, он умеет всё. Да, просто едешь. Тут надо главное... Ну, покатайся, посмотрю, тебя будут подрывать. Ау... Я на скиллозависимых кораблях просто божу. Ты чё? Да ладно, не скромничай. Попробуй. Тебе может понравиться. Только не делай как-то оба в первом бою, которая ломанулась на слив. Я что смотрел характеристики вот японских, они больше к эсминцам как бы тянутся. Ну нет, это уж ты как-то батенька-то бы переборщили. Здесь вот такие... Вы знаете, эсминцы длиной почти с Ямато. Сколько там, порядка 200 с копейками метров всякие буки. Ямато было 262 метров. Ну а вот, смотрите, по десяточку. Чего оттенки? По десяточкам закатал на Гатте. А ты рейнджера не боишься там? Ну, не так как у Лекса, конечно. Ну всё, всё боюсь. Я человек осторожный. В этом плане я им не доверяю. Я помню ещё старых эссексов, которые творили просто непотребные вещи. Когда просто бомбардировщик эссекс забирал другие корабли. Увернуться было невозможно. Бомбы там были дюжи ядрёные прикрученные. А в реальности авиация лучше рулила или хуже? Лучше. А, искусственно, значит. Ну как мне сказать не то, что искусство? Вот когда топили Ямато, там по три сотни было самолётов его топило. То есть, представь, у тебя банально... И он, учитывая, что он шёл без воздушного прикрытия, шансов у неё не было. То же самое, этот, как его, в английский-то тип Кит Джордж V. Утопили японцы. Господи, с головы вылетел этот. Принцуэльский. Или принцесса. Ну, неважно, в общем, Кит Джордж V. Кто знает, мне пальчиком погорозит за то, что я не вспомнил название самого корабля. Тоже без воздушной поддержки показала практика, что линкор однозначно в реале сливал авиации. Не, ну вот тут, например, 6-12 торпедоносцев не заберут линкор в реальности. Ну, в реальности, ну, в общем-то, как-то в районе этого количества торпед его Ямато и забрало. Забрали, конечно. Нет, но в стиле торпеды вряд ли бы попадали в линкор. Ну, в реале, конечно, атака из там 6 торпедоносцев на линкор, там не попало бы 6 торпед. Это нонсенс. Ну, и как и в игре. Ну, в игре бывает, что и попадают. И причем это случается часто. А никто бы не играл в такую игру, если тебе нужно 100 самолетов на лед, из которых ты потеряешь, предположим, 30, чтобы утопить корабль. Неинтересно. Ну, делали бы эскадрильи там по, не знаю, 20 самолетов. Так, тут кто-то взял и ушел. Вот, здравствуйте. Ну, я не знаю, почему это не сделано. Мы сейчас имеем то, что имеем раньше вообще было, а у самолетов, ребята, еще было топливо. Представьте, а веководу нужно было контролировать еще топливо. Не просто он мог потерять свои самолеты, обидно в бою, а у него смогло банально закончиться топливо. Сейчас у нас заканчивается у истребителей только боезапасы, они уходят на перезарядку. А раньше еще нужно было контролировать таким образом, что самолеты будут двигаться с учетом того, что у них бензин конечный. Чуть не забрал. Так, я здесь не очень удачно взошел, заболтался. У меня вот измер двух огней, как бы не оказаться. Ладно, порогуем. Рогуем. Да, вот, пожалуй, на точке А надо помочь. У нас все точки как-то не в... Не в ажуре, да. Там на точке Амениказа. Я понял. Прямо на ней стоит загород. Отворачивать буду. Я сейчас делаю залп по правой стороне. И вообще меня преследуют преследователи. Ой-ой-ой, как все плохо. Как все плохо? Саша, как? Нет, тут действительно плохо. Какие-то быстрые линкоры пошли. Главное, решительные. И решительные. И невзводные при этом. Ладно, я уйду. Так сложилась карма этих линкоров. Сейчас надо попробовать забирать Нагата. Вообще, многие считают, Нагата там после фуса, ах, он там страдает. Ничего не страдает. Нормальный корабль, хорошее бронирование, мощные пушки. Дай их не 12 штук, а 8. Ты, блин, не знаю, как торгуют с автомобилями. У тебя вот столько автомобилей, и тебе надо все расхвалить. Нет, не все расхвалить, а. Нагата корабль специфический. Я, например, себе его давай пособирал в чисто ПМК сетапе. У меня так бесили накрытия. То есть я стреляю, все, у меня снаряды криво-поса ложатся, непонятно вообще как. Так, объясните, что такое ПМК сетап? Ну, в общем, я поставил модернизации, которые усиливают не главный калибр, а противоминный. Конечно, забирать он у меня стал всякую мелочь со страшной силой, но СГК я с ним, ребята, мучился. Ну, сам по себе корабль хороший. Меня, вот сейчас говоря, подрывает, как будто, когда начинается плач, типа, апните этот корабль, он барахло. Торпедонос, а у тебя сзади был эсминец, он торпедами наверно отстрелялся. Ну, это, конечно, здорово, я просто побаиваюсь сильно бортом поворачиваться к Нагата, который... А, а, он не в меня, не на меня развернутся по барабану, потому что он так расхваливают, но и орудие, может, так сжахнуть. Потому что мало мне тоже не покажется на рост. Ну, что ты будешь делать? Сейчас добьем следующий завод. Нагата тоже, молодец, он не обращает, он пытается обстреливать, по-моему, крейсер. Не обращая внимания вот на меня, в общем, не то, что даже вор не поставлял. Он мне даже не пытается выстрелить. Основные такие вопросы, это я. Ему теперь можно идти на форум и говорить, что Нагата барахло. И, кстати, с точки Б идут, товарищи. Ну, это здорово, я надеюсь, что эту точку мы наши просто заберут, потому что я оттянул для себя оттуда. Какой я рисковый человек, парень. О, задний ход, крейсер. Амаха дала задний ход в открытом море. Неплохо. Саша. Саша, как? Уход бы, кстати, неплохо сейчас мне он вломил. Попробуем починиться, что... Опа! Это была месть. Так, ты уверен, что здесь где-то катается в СМИ, потому что наша... Не, я его убил, уже убил. Я просто об этом громко не сообщил. Как же, не то себя хвалить. Мы люди простые. Деревенские. От души. Бам! В реале у меня сейчас были бы уничтожены, там, не знаю, сигнальщики, офицеры. Фугас. А он мне влепил вообще вот это вот в пагоду. Вот эту главную рубку. Авик меньше гаде, смотри, больше мост включай. Давай я сейчас сделаю чии гайды. Сейчас напишу 300. Я памиком не делаю. Я сделаю памиком гайд, но это будет, знаете, гайд в стиле... Я такой нубас и сел нами, потому что я, наверное, с ними очень люблю играть. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, это было больно. Зачем вы так со мной? Я тут авианосис наш задок прикрыть решил. Молодец, молодец. Мы проигрываем. Сейчас немножко тормозну. Так, я его не прикрою. Ладно, я разворот. Так, вот знаете, что? Эх, ты далмахи достаешь? А, нет. Жалко. Но скоро достаешь. Я все-таки выбрал, да, тогда выстрелить по линкору. У тебя хотелось Амаху прихлопнуть. Не за того, что закрыть фраг, а именно для того, чтобы нам дать преимущество нашей команде. Бля, блин, у меня, меня стреляют. Это бляханное ремне капитана. Почти. А, мне эсминец светанул. Чьи гайды всякие. И засветил меня эсминец, скорее всего. Потому что я тут на 13 километров саду. Только не говори, что ты сейчас собираешь что-то. Я еще как собираюсь, мне 4000 осталось. ХП. Молодец. Очков прочности, наверное, как-то. Да, да, да. Не, ну, ХП это хит пояс, а очки прочности. Не, просто у нас еще вот в этой полоске... Нет, мне очки прочности будут сейчас очки боеспособности. Ага. Вот так вот. Очков боеспособности. Шу-ху. Что ты прачку? Сутка прачку. Так, я вообще далеко от тебя тянулся, потому что мне сейчас... Эээээээээ.... Расстраиваешь ты меня, Александр, расстраиваешься. Чем бы? Зато меня радует вражеские фуса. Он подставляет мне борт, его еще, ну подождите его, пожалуйста, пусть он использует ремкомплект. Тут была шутка прогуслил. тут авик прикрываем сейчас могу только в саппорте ходить такой слабый о маха 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 тихо тихо маха саша забери амаху я не достаю дебильским аккордом этот вкус даже пмк заберет нет забрал его наш видимо авик авик молодец вот авик он сейчас рискует но выполняйте свои обязанности уверен что авик скажу тебе да да авик а маха и я заряжен так сейчас подожду когда у нее циркуляция устоится я пойму куда ай 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 а вот это было на нас на лед вот бомбардировщик фрага дрочер вы наоборот не фрага дрочером вместо того чтоб меня за минусить он по фуловому авику зачем так я не туда повернул кстати их авик он в таком пвос этапе что это в принципе должно было быть нам на руку как сказать вот он пытается не давать олег танкует я дамажу вот так вот по пенсаколе пак фикус сейчас повешу внимание фикус повесил какие с фикусами ваше предосвещение выбор по веку врезать или поэтому но этот этот закол на шапик будет сливать потом меня соль а чё и хавик он истребители пускает только и все так очки же а среди выигрываем ну да ох как хорошо давай родной по моему все так все победа вот ладно ни разу еще не поиграли чем последний скатаем да давай еще бой надо же испортить винрейт все-таки поражением нас было ничья победы были ну так в принципе неплохо настрелял 1500 155 тысяч я бы на линкоре столько бы сделал давай поменяемся давай поехали на сегодня установленный порядок хорошо и не будем нарушать у тебя на самом деле просто нет фуса поэтому а кстати да слушай у тебя же есть присак по моему где то есть не знаю мне на своем интересно курса 3 ну все поехали на присаке там нету прокачанного экипа капитанов прокачанных тут уже у меня такие ветераны тоже хорошо ты моих на супер тесте не видел ой а там наверно рал и x10 на был по опыту да ну это уже другой вопрос мы поговорим об этом позже охотного на него отвечу но потом так что мы имеем опять без овиков опять всякой мелочи от конечно это все приятный хорошо гнуть на вкус она кидает его низковато его надо чтобы он чаще попадала к этим к ногатам зачем ну понимаешь хорошо вот амахи амахом тяжело играть против фуса амаха в принципе конгу может даже запинать если он такой попадется не очень скилованный ну что точка наше все кстати у меня в комментариях под летсплеем на эсминца один серьезный достаточно я так понял игрок warships сказал что на эсминцах б надо брать я сказал ала 300 сказал лучше на а и там диспут возник некий да хоть три диспута как бы если у человека получается хорошо забирать б то удачи но дело в том что здесь как сказать я когда играю на реке я сразу вешаю файта вот этот остров который на б замечательно на эсминце возьмешь чтобы и линкоры которые расходятся с респа и крейсера которые пошли на фланги они знаешь им скучно пострелять не по кому и тут ты такой весь в белом на середине но насчет вешающих на б истребители что они не часто видим сейчас много новичков опять же таки опытная века воды обязательно середину покажет забывает что авик это светляк пытается светить может быть на эсминца светляк у нас авианосец первую очередь вот в твоем гайде это и узнаем да вот мне говорят сделать и гайд по векам обязательно сделаем я подхожу к нему у меня меня консультирует величайшие умы зло киберскаут коловорот такие а веководы древние вот хардкорные такие ну в общем посмотрим что получится но гайд будет честный алла 300 на веках не гнет сейчас там его будут учить вот я издал всю малину вот вот кстати отлично два эсминца идут по центру правда нет лавика наоборот час . сразу отхватит такой страны рекламку тут себе сделал об этом у них паренек на фусом на форме как-то из капель завтра даже такую офигенскую идею пути за почему-то пока еще реализовывают так как такого то есть нет ты строишь свой порт и счет там еще достраиваешь вот пожалуйста не то века но тоже поперся с их стороны эсминец засветил наших эсминцев и сейчас там начнется лотерея а я щас получу а лотерея а лотерея серьезно если я решил со мне пострелять зачем я тоже на эсминце стреляю как саша прикольно же получается вот там фугасиками аккуратненько зачем ты же светишься вот зачем брать японские смени чтобы тут же себя а я на американцы во-первых во вторых естественно это когда есть без риска вот смотри вот он пострелил за пострелял засветился ну и где и где он теперь это не значит что надо так рисковые и вообще пушки японских эсминцев они не лук я считаю по моему личному опыту не ок как есть минцевод со стажем я тебе скажу вот что нужно сказал отцы вот светит целую стоит вообще не целованная никто ее не забирает нему не враги никому не нужно как мамка твоя была до меня не исключено вообще папа не мешай играть впереди в другой канал то есть нет не буду стрелять скалам скорее все не перекинул но смотри зато наши бы взяли все время того что у них эсминец повел себя как вьючное животное очень умные говорят но упрямое туда же такие стола не боишься произносить я не боюсь я не хочу оскорбить может хороший человек ты ты еще не готовь себя плохиша строящим готов как же ты баб цепляешь я щас бабки не цепляю цеплял как ты грубо выразить там не за за женщины ухаживаешь вот это и же лучше твоей маме не могу применить слова цеплял так блин конгов пуса 8 . можно сваливать и не уподобляться нашему фениксу который решил видимо потестить как он идет на дно о как хорошо по нему куда я хочу ему в борта пару раз присунуть однако словечко у вас бацман нормальный танковый термин присунуть 5000 одно очко боеспособности вообще вот народ негодует боеспособность это очень очень просто объясняется самым простым примером даже полностью фуловый корабль может потерять все свечки боеспособности взяли отравились у кого корабль целой боеспособность равна нулю у нас реализовано тем что корабль льет на дно потому что фанаты истории который будет возражать а как же топили бисмарк от него осталась такая коробка избитая обгорелый но не шел на дно ребятам было бы интересно на избитой обгорелой коробке в общем то сидеть в бою не знаю что вы сделаете вообще не сделав ничего не имея возможно что-либо сделать здесь только материться командников и в общем то как то все мне как-то на дыбой не вынесли все три башни это было феерично я катался на изображалась себя что-то ну вы если месту глухую без возможности ремонта воспомогательным калибром мог работать то шутка удалось десятыми левелами значит кататься на огромном крейсере доходить до дистанции где я могу реализовать помогать николе вы это знаете ли не то судя по твоим словам меня сегодня все шутки удается что-то я блин заболтался но не по мне не по мне да пока не по мне у нас так феерическая такая не победа еще но заявка серьезная заявка да победу же успешность потому что разница в очках вроде по кораблям так так еще еще присунуть интеллигент еще умнейшие люди блин блин а саша что ж ты делаешь то что что вот у тебя смотри обаха феникс я с ними воевать буду а ты сейчас сядешь на мели побрешь давай тут не ной хуже бабы как говорил о ой ой может подумать так конга бинго-бонга кто плачешь нас нет британских кораблей вот пожалуйста чисто британский проект улучшенный японцы но сейчас бы дымы жала ничего батенька не треснет то что утром зеркале видите дымы еще на клибленда вот там этим успешным вододелом сделали бы специальный подарочный подарочный корабль короче зеленый какие как мы всем по хотела бы и пожалуйста уничтожен есть линец я тоже вот-вот выиграем нет ни разу мы не проиграли эту она была ничья ну в общем да сами так на расслабончики катались честно говоря вот наша в ту вида твоя да и моя в том числе и твоя опять задний ход дает феникс может тот же фильм что прошу знаете вот почему-то на поле в малиновке те кто выезжает до их задних вот таких продажа сошли ты чаще минуту я успешен так еще какой-то противный смысл будет не торпить а я закрылся до молодец молодец да молодец саша молодец 2015 год браво саша бэнк ну все бой подошел к концу ну ты конечно больше настрелял ну блин и на ее моё ну это же линкор кстати мало дали по экспе мало всего сам мало ему дома даже не настрелял своего хп рачина ну что ж бывает главное мы победили да это главное спасибо что посмотрели нас меня или аватриста ребят подписывайтесь на наши каналы на мой можете подписываться больше у саши много подписчиков ахаха шутка про подписчиков ну пока пока